Винсент Киллпастор. Беглый. Глава пятая. Вам не хотелось иной раз, как в детстве, спрятаться под одеяло с головой? Мутная аура ташкентских улиц напоминает межсекторные переходы на строгом режиме. Государство из защитника превратилось в уголовника с зелеными погонами. Самые страшные бандиты теперь сами представители власти. Эти уголовники только что ограбили меня и, ухмыляясь, вышвырнули пинком. А я малодушно благодарил бандюк в форме, с поклонами отчаливал. Отпустили, дай бог вам здоровья, отцы родные. Руки б целовал, если б попросили. Милые, милые казахские постовые. Неисправимый преступник. Только вышел, понимаешь, на свободу. Паспорта с пропиской не получил еще. А вон туда же, в валютной операции, неисправимый элемент. Мое мнение, такую ненужную здоровому обществу накипь необходимо расстреливать. На месте. Чтоб я не маялся больше. От страха прижимаюсь к ней изо всех сил. Ди поворачивается спиной. Не касайся меня холодными ногами. И пусть спиной, и пусть спиной, ну и пусть. Я все равно благодарен. Не упрекнула ведь за то, что вместо сто двух тысяч принес домой только две. А про Оленюшкину присыпку и волшебный комик гель я и вовсе забыл. Вот ведь какой человек рассеянный. Ну ни о чем важным толком попросить нельзя. Но как чудесна спина у Леди Ди. Попа мягкая и горячая. Сиски маленькие, но такие приятные на ощупь. Лежим уютно, как ложечки. Спасаемся от всех. Знаешь, Ди, ты теперь моя мама. Мама для мамонтенка. Спрячь меня, Ди. Мне так неуютно. И так обидно. Давай никогда-никогда, никогда-никогда не будем вылазить из твоей мягкой постели. Тут с тобой под одеялом мы проживем долгую счастливую жизнь. Ди молчит. Зато ее тело говорит со мной. А я совсем еще не привык к этой роскоши свободы, когда рядом мягкое тело со жгучей попой и этого сокровища сколько хочешь. И даже прятаться не надо. Любовь Юртбаши пока еще не отменил своим гневным указом. А прописку Ди у меня совсем не спрашивает. Прописка у меня одна. И думаю, девочка уже чувствует, как прописка уткнулась ей в спину. На груди у Ди возникли две маленькие твердые виноградинки. Они сводят меня с ума. Откусить бы этот виноград нежно, но больно. А зачем бороться с безумием? Мое забытье приторно, но слишком коротко, слишком суетливо, слишком быстротечно. Ди поворачивается ко мне. У нее холодные глаза дамасской стали. Ну ты хоть раз в жизни способен довести до конца хоть что-нибудь? Зачем начинать то, что не в состоянии закончить? Раздраконил он меня все. А теперь что? Спать ляжешь? Доволен? Скотина бесчувственная. Ди? Ади. А я тебя люблю. Мне наивно верится, что женщины любят исключительно ушами. Любишь? Поэтому тогда с Вероникой стал гулять. Стоило мне уехать на неделю. Поэтому бросил меня тогда одну. О, цена о твоей любви нам хорошо известна. Ди возрождает печальные события многолетней давности. Иногда, чтобы с максимальным качеством измучить себя и окружающих, женщины вытаскивают из шкафа призраков и долго-долго выбивают из них пыль, как из бухарских ковров. Ди. Моя сладкая Ди. Вспомни, как нам было хорошо когда-то. Ну, помнишь, наш первый раз на балконе у Олеськи? Рядом с велосипедом, луком в ящике, гирлянды перчиков на стене. Ди. Ну, давай, потрогай меня там, внизу. Я моментально воскресну, клянусь. Потрогай, ну же, нежно. Минут делов. Сам трогай свою гадость. В тюрьме, небось, трогал, вот и продолжай трогать, а меня лапать не смей больше, гигант большого секса. У Олеськи, говоришь, а ты вспомни, хорошенько-то, ведь не было у нас ничего, кроме ласк твоих коротких и бестолковых. И никогда у нас с тобой ничего не было. По-настоящему. Никогда в жизни. Так, чтобы вот звезды загорелись и горы вздрогнули. Ди, ну вот смотри, позже, через четыре года, ну помнишь, когда я с поселения сбежал? Ну, переспали же один раз. Ведь тогда вроде по-настоящему было или как? Не знаю. Мне, например, очень даже понравилось. Да уж, переспали, переспали. С пятого на десятое. На бегу, как всегда. Побегушник несчастный. Ди, моя сладкая черешня, ну дай мне маленький тайм-аут. Дай хоть силами собраться, очухаться, я ведь горы сверну. Посмотришь, для тебя и сверну. Тюряга — это как болезнь, понимаешь, как грипп. Надо отлежаться и все. Выздоровью. Надеюсь, скоро. А хочешь, я тебе все же расскажу, какая она, тюрьма, изнутри. Да пошел ты к черту, слышишь, ко всем чертям катись со своими сраными рефлексиями. Про тюрьму он мне все поведать, рвется. Ты что, герой-афганец? Летчик-космонавт, что ты застрял в этой тюрьме своей? Посмотри на Малявина вон, представитель шведской компании. Утром встает в одних трусах, почту проверит на компьютере и, знай, получает за это банковский перевод раз в две недели. А Игорешка Канн в Гренобле преподает. Сверстники твои, между прочим. Нам с Оленюшкой нужна защита и опора. А сопли свои прибереги-ка для той, из-за которой вообще сел. Вон, живет себе в Лондонах своих и даже забыла о своем. Лыцаре. Давай-ка, дружочек, знаешь, по-быстрому. Подотри-ка Нюни и на работу устраивайся. А если тебя что-то в моем плане не устраивает, можешь катиться прямо сейчас. В добрый путь. У нас тут демократия. Я поднялся на локти и взглянул на Ди. Это правда была она? Моя леди Ди. Однажды в прошлой жизни мы вдвоем не пошли на работу. Вернее, на работу не пошел я, а Ди не пошла на лекции в институт. У нас Ди гостил тогда Анатолий Мариенгов. Тоненькая брошюрка с коротким серебряным романом. Мариенгов стал с нами говорить. Вопрос о работе и об институте разрешился сам собой. Мы смаковали Мариенгово друг к другу по очереди вслух. По одной главе. Ты, свернувшись в кресле, под пледом. Я, расхаживаясь брошюркой по комнате. Москва. Голод. Революция. Разруха. Ставят и сносят памятники. На рынке торгуют рыбьи требухой. А герой с трусиным пером сдувает пыль с книг своей библиотеки. Когда мы дочитали циников, на глазах и в горле шипели слезы. Мы нежно обнялись и долго лежали. Просто так. Тихо плакали. Нежно. Нежно целовались. И если есть на свете рай, то там все должно быть именно так. Умная нежная девушка, марингов, музыка и горько-сладкие слезы очищения. Кто ж мне теперь виноват, что я сам вытер ноги об эту красоту? Мог ли я допустить тогда, что в жизни не существует черновиков? Дин, ну прости меня. Я ж такой идиот. Сам все испортил. Вот именно скотина своими руками уничтожил животное тупое. Все переломал. И сейчас. И сейчас. Скажи, вот скажи мне, пожалуйста, что неужели так трудно свои поганые волосы смыть с мыла в душе? Мерзость какая. Дин, я умоляю тебя, прости меня, прости. Ну, дай хотя бы один шанс. Хоть малюсенький шанс, посмотришь. Я теперь для вас с оленюшкой. Поздно. Поздно опомнился, голубчик. Ты что ли тут ночей не спал, когда Алинка температурила? Вставал в три часа ночи ее кормить? Вот. А теперь вот он я. Смотрите, на все готовое. Герой Которжанин. Гол как сокол. Ее последние слова напомнили, что я и правда гол в прямом смысле. Я глянул вниз на скукоженную пародию моего мужского достоинства и сполз с кровати на колени. Опустив голову, стал яростно целовать жестковатые пряди внизу ее круглого живота. Почему-то мне припомнились слова Ди о волосах, прилипших к куску мыла. Подумаешь, разве мыло может что-то испачкать? Ты хоть что-нибудь нормально можешь сделать хоть раз в жизни. Да не дави же ты так. Ниже. Еще чуть ниже. Медленней. Ну же, ну, вот так. Да нет же, идиот. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Ди забарабанила меня по голове кулаками. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Понимаешь? Как лопатой для снега. Широко. Мягче. Да, да, тут. Да. Не вздумай остановиться. Как только она это сказала, я понял, что язык уже устал и сейчас просто анимеет, как мои бледные худые ноги на просчете в лагере. В подбородку липко ползет слюна. Но ведь это мой последний шанс. Когда же она уже отстанет от меня? Когда же вы все, блядь, от меня отстанете? Да, да, скотина. Да, сволочь. Да, да. Ебаная ты прошмандовка. Еще. Уничтожу, если остановишься сейчас. Да, да. Сука. Ди отпихнула меня пятками в челюсть и сжала свои красивые коленки. Довольный проделанной воспитательной работой, я отвалился на подушке и стал наблюдать, слегка строя глазки. Вон и как мы можем. Богатыри. Ди потянулась в постели, как сытая кошка. Спасибо, Кирюха. Спасибо, милый. Я подхватил шутку. Да что вы, девушка, я не Кирюха. Мефодий я фессалоникийский. Киборг ты македонский. А Ди снова повеяло холодом. Кирилл, это мой мужчина. Настоящий мужчина. Любимый мужчина, понимаешь? К кому ты думаешь, я бегаю в интернет-кафе? Я быстро вспомнил, как однажды столкнулся с Ди в интернет-кафе у ее дома. И как немедленно она меня оттуда выдворила. Ах, вот оно в чем дело. И этот мозгляк, компьютерно продвинутый монстр, неряшливый служащий кафе ее мужчина, ее Кирюха. Да что же в нем такого? Хотя он все знает про интернет. А вот я, я вообще, кажется, ни хрена ни о чем не знаю. И мало что тут на воле понимаю. Это турсук, закормленный в интернет-кафе. И есть твой мужчина. Сам ты барсук. Почту я там проверяю в кафе. Яху-мейл. На парижском канале рекламу тогда гоняли. Яху-ху. Во Франции он остался. Кирюшка мой. Мальчик. В иностранном легионе служит, между прочим. Сильный. Крепкий. Высокий. Все мои капризы терпит. Не то что ты. Бывший десантник. В-д-в-э. Мы с ним однажды, 2 августа, нагрузились и орали на елисейских полях. В-д-в-э. В-д-в-э. Дядя Вася. Этот лозунг Ди выкрикнула настолько громко, что сама испугалась и, накинув халат на прекраснейшую из задниц известных человечеству, пошаркала проверять, не проснулся ли олененочек. Наша кровать неожиданно завертелась, как тренажер для летчиков-космонавтов. Сквозь пелену я слушал ее исполненные нежности истории о Кирилле, воплощенном Аполлоне, которого Ди вынуждена была покинуть из-за моральных обязательств перед мамой и дочкой. В отличие от некоторых, она как раз-таки способна была на подвиг в личных делах. Я лежал выброшенный на берег сардиной и, кажется, начинал уже смердеть. Но как мне реагировать на ее историки? Устроить сцену ревности? Цунами, который я испытывал сейчас в каких-то прям невероятных пропорциях? Снова опуститься на колени и слюняво вылизать ей трехдневную небритость между ног? В конце концов, я просто решил принять в семью этого легионера Кирилла, нагло ввалившегося в нашу постель со своими потными солдатскими подмышками и стилизованной наколкой парашюта на загорелом атлетическом плече. До Франции далеко, а я — киборг македонский и барсук фессалоникийский. Вот он, рядышком. У меня есть преимущества, довольно-таки осязаемые. А ты, Кирилл, просто прыгающие буковки в Яху-мейл. Я-ху-ху! Приняв ипостась немного завистливой лучшей подруги Ди, я долго еще слушал о подвигах венценосного меченосца Кирилла и благоговейно поддакивал. Да, бывают же такие мужики, настоящие. Не то что нынешнее племя метрокиборгов и альфонсов. Наконец, Ди, умиротворенная и удовлетворенная во всех отношениях, засопела. Иногда она не до конца закрывает глаза, даже когда спит, и кажется, будто она тихонько следит за вами из-под длиннющих ресниц. Но вот если сопит вот так, слышите, как сейчас, значит, все-таки уснула. Приподнявшись на локте, я долго смотрю на нее. Прощаюсь. Потом бесконечно долго душу ее узкой бечевкой, типа тех, которыми раньше завязывали коробки с тортом. Там сказка. Ди хрипит и елозит по мне красивыми ногами. В конце концов, отказавшись от бечевки, чтобы не портить ее изящную длинную шею с тронгуляционной бороздой, душу ее нашей большой мягкой подушкой. Положив подушку на лицо, стараясь не разбудить, я сажусь сверху, как это принято делать с ваххабитами в спецподвале таштюрьмы. Задыхаясь, Ди изогнулась неестественной причудливой дугой и скинула одеяло на пол. У нее очень красивые бедра. Очень. А комочек фиолетового кружева она так и оставила на полу. Я сдерживаю неимоверно унизительный порыв. Подобрать этот кружевной ультрафиолет и вдохнуть им. Жадно вдохнуть, как мальчишка-ныряльщик за жемчугом на Фиджи. Я видел его фотку на Рамблере. От тела Ди исходит волнообразная магия. Ладно. Сегодня не стану ее убивать. Разве ж можно я такую красотищу губить? В другой раз. Обязательно в другой раз убью. Едкая смесь ревности, ненависти, желания и унижения растворила меня на жалкие молекулы. Я закрываю глаза и подсматриваю за сильным, высоким, раздетым до пояса голубоглазым блондином из бронзы, Кириллом, вставшим посредине комнаты, как скала. А вот Ди, одетая только в короткую форменную гимнастерку иностранного легиона. Гимнастерка застегнута всего на одну пуговицу. Хорошо видно, что под развивающимся хаки у Ди ничего нет. Ее волосы разметались по лицу. Ди колотит Кирилла по груди руками, пинает ногами, кусает и вообще капризничает. Кирилл непокобелим. Наконец, не выдержав, он поднимает ее на руки и сажает на высоченный барный стул. Она раздвигает свои безупречные сладко-пухлые недра, и там мелькает розовая призывная нежность. Кирилл по-солдатски четко сбрасывает армейские штаны с ног, покрытых мышцами не меньше, чем у мускулистого жеребца Амира Тимура. И вот уже вскоре мы все трое сливаемся в липком потоке постыдного предутреннего экстаза. Утро. Утро. Самая паскудная часть суток. У меня мозги ламповые, им, чтобы прогреться до рабочей температуры, нужно пару часов и литр кофе. Но общество давно решило все за меня, и я обязан подчиниться. Рабочий день начинается в девять, и все тут. Мерзкий французский будильник Ди с надписью «Буиг». Когда-нибудь, когда я стану очень богатым и сильным, я разнесу этот буиг об стену в брызги. Еще, милашка Ди, навсегда закажу тебе упоминать об иностранных легионах, сплошь состоящих из парашютных гандонов, сумевших таки достучаться в твою сладкую звезденку. Но пока я гол как сокол, поэтому пора вставать и пилить через два квартала пехом за свежей газетой. Работу необходимо найти во что бы то ни стало. Хорошую работу. Статус Альфонса, он не просто некрасив. Он имеет ряд серьезных неудобств для такой тонкой и властной натуры, как я. Умываясь в ванной, теперь трепетно слежу. Не позабыть бы несмытые сопли или капли зубной пасты в раковине. Поднимаю круг, ссу, опускаю круг, тихо опускаю, а то так ведь в финский унитаз можно расколотить. Скоро стану настоящим человеком, дрессированным, как сиамский кот соседки по сергелям, тети Галы. Кот гадил исключительно в унитаз, потом смывал за собой и никогда, никогда не курил в постели. Сейчас, если этот кошак еще не издох, наверное, на всех парах осваивает интернет. — Шурик, скорее, сюда! В голосе Ди было столько ужаса, что сопли так и остались в раковине. Я ринулся ее спасать. — Оленюшку вырвало! Смотри, бедное мое солнышко! Рядом с кроватью лежала небольшая слюнявая кучка из желудка малышки. Чтобы хоть как-то разрядить атмосферу глобальной катаклизмы, я быстро наклонился и собрал кучку с ковра. Полотенце, на бегу прихваченное из ванной, оказалось очень кстати. И это действительно разрядило атмосферу, направив монолог Ди в другом направлении. — Что же ты, скотина эдакая, вытворяешь? Полотенцем? Полотенцем, что ли, ковер вытирать? Я в ужасе отступил в сторону ванны, прижимая к груди комочек с завернутыми полупереваренными продуктами по неизвестной причине отторгнутыми оленюшкой. — Куда потащил? В ванную? Баран! Выкинь его в мусорку сейчас же, а в ванную свежая повесь. — Что? До сих пор не знаешь, где в доме чистые полотенца лежат? — Конечно! В кладовой! Как арестант в бараке, куда ворвался с обходом хозяин, я суетливо избавился от грязного полотенца и помчался в кладовку. За свежим. На полках кладовой лежали кипы белья. Полотенец не было видно. Я стал методично осматривать бесконечные стопки, и вдруг наткнулся на жестяную коробку от турецких конфет с ликером и тесненной надписью «Мерхаба». «Мерхаба» — это по-турецки вроде «Привет», — машинально отметил я и открыл коробку. В коробке аккуратно расположились четыре стодолларовые бумажки, пластиковая карточка «Дайнерс Клаб» и загранпаспорт «Ди». «Мерхаба», — как заклинание прошептал я, моментально проснувшись. «Ассарадарачукара!» «Вот сучка! Совсем не верит в мою счастливую звезду. Каждый день выдает в обрез по полгрошика. Даже на дорогу не всегда хватает. На короткие расстояния просто хожу пешком. Неужели не понимает, что поиски работы пойдут быстрее, стоит мне обрести подвижность и хороший костюм?» «Я...» — засунул деньги обратно. «Ладно. Не хочешь карты раскрывать, не обижайся. Я теперь тоже жестче играть начну. На воле люди, похоже, такие же гнилые, как и в лагере. Только вот матом не ругаются и поднимают круг, когда ссут. Повесив новое полотенце в ванной, сел шнуровать кроссовки. «Розовенький кор, иди!» «Ну, пойдет быстро, сгонят за объявами. Мои-то развалились совсем еще вчера. Пали жертвой казахских наемников юрбаши. Ты слышишь? Сперва в поликлинику забеги в детскую. Вроде температурка у нее. Вызовешь врача на дом. Да я вот газетку только куплю и сразу туда, в поликлинику. Эту газетку я тебе затолкаю в глотку, когда вернешься. Ты что же, совсем слепой. Ребенок заболел, изверг. Газетку. Кому тут нахер нужна твоя газетка?» Слушав слова совсем слепой, я понял причину дискомфорта и, вернувшись в ванную, единственный островок безмятежности в доме, ловко пришлепал на глаза темно-синие контактные линзы Леди Ди. «Так, с сегодняшнего дня. Надоело. Надоел ты со своей газетой, понял, да? Вон, соседка Маринка, работу предлагает. Убирать по вечерам корейский ресторан. Чем не работа? Совсем близко. На велосипеде сможешь ездить. И покушаешь там же». Известие о хорошей работе вспыхнуло во мне холодным, недобрым огнем. «Я не понимаю природу происхождения человеческой злости. У меня нет статистики и хромает теория. Но иногда приходит холодный, обжигающий, как кислота, огонь, и я превращаюсь в ущадие ада. К счастью, ненадолго. И, к счастью, эти приступы крайне редки». «Какой ресторан? Какая еще нахер Маринка? Ты чего? Какой, блин, покушаешь там же?» «Края потеряла из виду. А что? Что такого? И в ресторан? Вполне неплохо для начала. Или ты наивно рассчитываешь завтра же устроиться в американское посольство? «Ребенок. Тупой ребенок. Знаешь, какие люди деньги платят, чтобы хоть уборщицей туда воткнуться? Проснись». «Ну, не полы же мне мыть на свободе, правильно?» «Неправильно. У тебя семья. Вот приоритет. Начни с малого. Холодильник заполни. И в свободное время, пожалуйста, ищи работу своей мечты». Мне захотелось сказать что-то язвительное, но никак ничего не шло в голову. От волнения я скатился на примитивную привычную феню. «Да ты попутала, божий дарт, с трамвайной ручкой, сука! Не катит боярину полы-то шкурять! Мне западло что-то тяжелее хера подымать, басота!» Я изящно провел по воздуху веером из воровских пальцев. Сценка из мест, где нет кругов на унитазах, но по утрам поет круг, совсем не произвела на день никакого впечатления. Аплодисментов не последовало. «Скотина! При больном ребенке! Следи за своей помойной ямой, бандюга! Я вот, между прочим, в Париже работала в гостинице и ничего. Не потеряла к себе уважение. И еще маме деньги переводила. Вот так вот». Я кинулся к окну. Задумывался драматический жест. Сдвинуть на бок штору и продемонстрировать, что там вовсе даже не Париж, а поганый волгоградский бублик со спущенной на зиму водой. Дно устилает подсохшая и подмерзшая за зиму тина, в которой иногда мелькают топленые детские надувнушки. Но рванул я за навесочку в горячке довольно неловко, и меня тут же огрел по башке тяжелый, сорванный вместе с гординами, карниз. «Ты что же это вытворяешь, козел? Я сейчас участкового позову». Упоминание участкового зажгло меня едким огнем цепной злости. Я простил бы ей все. И крышки круга, и газеты, засунутые мне в глотку и задницу, и блевотина чужого ребенка, приобретенного в мое отсутствие, и даже то, как она еще вчера похабно раздвинула ноги и сношалась вот тут передо мной со своим бестолковым десантником Кириллом. «Простить угрозу вызвать ментов я не смогу. Наверное, даже родной матери не смогу. Менты? Менты — это Шуриан с Валерчиком запинывают и мочатся в лицо этапнику. Менты — это бахром, пьющий чай, пока мы раздаем террористам слова гимна Узбекистана. Менты — это тянущие свинцом почки, когда все время охота ссать. И это все она мне уготовала за какие-то паскудные сорванные гордины». Я подошел к Ди вплотную, сверляя свирепым взглядом. Полумера не сработала. В ее взгляде сквозила ненависть свинцовой очереди с лагерной вышки. Тогда двумя руками я сдавил ей глотку так, что у меня хрустнули костяшки пальцев. Надо бы поливитаминов попить. Хрустеть стали суставы после зенгиоты. Ди попыталась лягнуть меня ниже пояса. Ага, сейчас, как же. Потом вогнала в щеки длинные ногти. Да-да, может, меч самурайский тебе сейчас бы и помог, падаль. А ногтики, ногтики ты себе только испортишь. К счастью, апоплексический шум в ушах быстро затих. Я обмяк и отпустил ее горло. Стал слышен громкий плач ее дочери. Накатило отвращение. Было стыдно за себя, свою никчемную жизнь, за мерзость бытовухи, за поруганного Мариингофа. Я едва не разрыдался. Ди теперь стояла у зеркала и внимательно рассматривала багровые отпечатки моих рук у себя на шее. У тебя пять минут, ублюдок. Пять минут. Время пошло. Я сел дошнуровывать ее коры и вдруг заметил у себя в руках кухонный нож. Это был самый обычный нож с надписью «Стейнлис стил». На пластмассовой ручке осталась проплавленная борозда. Видимо, однажды Ди позабыла нож у плиты. Как он попал мне в руки и в какой рубашке родились мы с Ди, что я не пустил его в ход в минуту назад? Убей, не понимаю. По лагерной привычке я быстро засунул халиборез в носки. Может, пригодится еще. А уже у самых дверей вспомнил про Мерхаба. Кажется, Мерхаба — это по-турецки привет. Слышь, Ди, я раствор твой одолжу для линз. С возвратом. Забирай его совсем и линзы забирай на память. Забирай и уматывай уже. Никаких возвратов мне не надо от тебя. Я быстро метнулся в кладовую. Отыскав коробку с баблом, вытащил одну сотку. Оставшиеся в коробке трое франклинов осуждающие покачали мне головой. Я отдам, Ди. Когда-нибудь обязательно верну. Честное слово. Свежий весенний воздух окончательно выдавил из меня мерзкий дух холодного бешенства. Пришли на ум слова мамы. Может, поспешил жениться-то? На ноги бы тебе встать для начала. Ну вот, мам, как женился, так и развелся. В то сумбурное утро он потерял красавицу-жену и умницу-дочку. Кстати, о дочке. Зайдя в регистратуру, призвал педиатра на Дилькин адрес. Он был беден, но бесконечно благороден. Выйдя из поликлинической вони, двинул к метро. Бодрым маршем. Вот если есть в кармане пачка сигарет. А у меня в кармане целый ящик сигарет, если считать по черному курсу. Мерхаба! Что-то мешало идти в нормальном привычном ритме. Оглянувшись по сторонам, я вытащил из носка нож и спулил. Причем так ловко швырнул, что нож с типичным вибрирующим звуком вошел в ствол акации. Замерев от удивления от собственной ловкости, я уставился на ручку с проплавленной бороздой. Да вы попутали божий дар с трамвайной ручкой, суки. Не катит боярину полы-то шкурять. Мне теперь западло что-то тяжелее хера поднимать, басота. Громко прогнав эту пламенную речь, я вырвал бледорез из ствола и опустил в карман. Вы, вы теперь меня бойтесь. Поеду менять сотню, пойдет что не так, отрежу это и меняли красивые сиськи. Кишки ментовские, если чё, Надилькин, печак намотаю. Начну ваш усиленный режим нарушать. По-взрослому. Ворвался в шашлычную от всего сердца, шибанув ногой по дверям. Аракборма, чем прекрасны восточные люди, всегда быстро чувствуют ножик за поясом и сотку в нагрудном кармане. Шашлычник все тонко подметил в моем напористом тоне и быстро плюхнул в пиалушку сотку. Передавая мне, он лицемерно приложил руку к животу, туда, где по его неверным расчетам должно было биться гостеприимное сердце. Ненавижу водку из пиалушек. Вечно обольешься весь. Вытерев рот, я достал сотку, показал ему и спросил. Сдачи-то наберешь? Я? Конечно. Восемьдесят миг драман сезгя. Жадность фраера погубит. Восемьдесят, так восемьдесят. Давай, тащи. Настоящий сотня. Ты давай отсчитывай. Я тут в посольстве американском работаю. Вон, через дорогу, видал? Как бы в подтверждение моих неограниченных полномочий, армированные ворота американского посольства беззвучно разверзлись, и на Челанцарскую вырвался гигантский пикап. Форт сто пятьдесят. И сколько бензин жрет, чина-ка машина, а? Восхищенно пробормотал и покачал белым колпаком мой собеседник. Он нырнул под прилавок в холодильник и, плюнув на пальцы, стал ссыпать Амуров Тимуров на весы. Когда он дошел до цифры Едмеш, семьдесят, я быстро сгреб купюры с весов и, выронив несколько, рванул на выход. Я? Турда! Турда! Я! Турда, ломан! Анасиня Мегискай! Милиция! Милиция! Ярдам бери лар! Агам хурпули полипки тию! Да уж какая там теперь тухта, сволочь ты, раскормленная! Теперь по двум судимостям впаяют мне за эту сотню пятерку, не меньше. Да еще дипа дольет в суде за моральный облик. Не-не, тухта отпадает. Однозначный наотрез. Через грохот стульев, сигналы машин, через дорогу. Прощай, второй квартал Челанзара. Прощай, кинотеатр Чайка. Прощай, Бублик. Прощай, американское посольство. Долго мне теперь не бывать здесь без грима. Прыгнув в желтый эрдоган с шашечками, швыряю купюры на колени возницы. Северо-восток. Куда именно на северо-восток, извините? Быстрей! Афганский альбом. Братская могила в дашке Ле-Эли. В конце ноября 2001 года в битве под Кундузом тысячи талибов попали в окружение. 470 пленных заключили в крепость Калае-Джанги, где они устроили бунт, который был жестокостью подавлен бойцами Северного Альянса совместно с американскими и британскими командос. Всех пленных отправили в морских грузовых контейнерах в контролируемую США тюрьму Шехберган на северо-западе Афганистана. Чтобы конвоировать их колонной, нужно было задействовать неимоверно большой и организованный конвой. Гораздо проще было использовать обычные стальные контейнеры, которые всегда в избытке на любой военной базе США. 8 тысяч талибов. Звучит, как безликая статистика. Среди них были узбеки из запрещенного намаганского батальона, чеченские и таджикские добровольцы, пакистанцы и жители юга Афганистана. Несмотря на конец ноября, температура днем поднималась довольно высоко, а ночью резко опускалась. Среди пленных были раненые. Ни о каких женевских конвенциях не могло быть и речи. Формально всю ответственность американцы переложили на солдат узбекского генерала Дустума, входившего в Северный антиталибский альянс. В каждом из контейнеров, по свидетельству очевидцев, запихивали по 300 заключенных. А когда они кричали, то по контейнерам открывали стрельбу. Оказавшись у здания тюрьмы, таксист утверждает, что был поражен страшной вонью. Он видел, как из контейнеров текла кровь. По пути в тюрьму погибли около 4000 талибов. Многие от удушья. Американские военные сопровождения просили водителей Дустумовского батальона относить тела в пустыне возле Дашт-Или-Или и хоронить их там. Свидетели утверждают, что им пришлось возить в пустыню сотни, сотни еще живых талибов и добивать их там. Представители ООН и правозащитных организаций нашли эту могилу, но пока не смогли оценить, сколько человек в ней захоронено. Кто-то говорит 200, а кто-то 3000. Генерал Рашид Дустум отказался взять на себя ответственность в массовом убийстве пленных. Пентагон заявил, что не было найдено никаких свидетельств причастности военнослужащих США к этим событиям. Субтитры создавал DimaTorzok Справа на картине ястреб без головы И девушка сплетенная из высохшей травы Слева возле сердца выхлопная труба Работают моторы, не меняется судьба Я падаю в небо, я падаю в небо, я падаю в небо ради тебя Я падаю в небо, я падаю в небо ради тебя